Согласно разработанному проекту, подземный ядерный взрыв на выброс должен образовать в русле реки воронку, чтобы собрать в нее, как в резервуар, очередную массу паводковых вод объемом в 6 миллионов кубометров. Вскоре на специальных машинах был доставлен скважине и сам ядерный заряд. В этом эксперименте, проводившемся в нашей стране впервые, к ядерному заряду предъявлялись особые требования. И главное из них, количество радиоактивных остатков, выделяющихся при взрыве, должно быть предельно малым, ведь вместе с грунтом на поверхность Земли будут выброшены и продукты радиоактивного распада. В вопросе назначения дня проведения взрыва немаловажная роль принадлежала синоптикам. Когда синоптики дали наиболее благоприятный прогноз, был назначен день взрыва. Накануне этого дня приступили к опусканию ядерного заряда в боевую скважину. Через несколько часов эта работа была завершена. Ядерный заряд под землей. Завтра он будет подорван. Мы на самолете, совершающем последний облет участков, прилегающих к месту взрыва. Внизу показался командный пункт. От него до боевой скважины 10 километров. Приближается час, когда будет осуществлен первый подземный ядерный взрыв на выброс для дела мира. Включен программный автомат. Идет отсчет времени. Осталось 5 секунд. 4, 3, 2, 1, 0. Взрыв выбросил из недр земли более 10 миллионов кубометров грунта. Так возникла эта гигантская воронка. Пробы грунта, взятые с различных ее участков и с пылевого следа, показали, что уже через 50 дней после взрыва величина радиоактивности снизилась до безопасных норм. Это послужило сигналом к началу работ по прорытию канала для спуска в воронку паводковых вод. Приходилось спешить. Паводок был не за горами. И вот пришла большая вода. Взорвана перемычка на канале. Воды Чагана устремились в воронку. Не меньше двух тысяч кубометров воды в минуту. Вот мощность этого искусственного водопада. Воронка заполнялась водой даже быстрее, чем предполагалось. На третьи сутки объем воды в воронке был равен 3 миллионам кубометров. А через несколько дней он достиг уже 8 миллионов кубометров. Кроме того, перед брустером воронки образовался еще и внешний водоем объемом в 12 миллионов кубометров. Возникает все же вопрос, а не опасна ли вода водоемов для здоровья человека и животных? В разное время из разных мест экспериментального водохранилища брались пробы воды. Исследования этих проб на радиоактивность показали, что вода искусственных водоемов, созданных энергией ядерных взрывов, совершенно безопасна для человека. Она вполне пригодна для орошения полей и водопоя скота. Редактор субтитров А.Семкин